Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас заказ по 14 каталогу Фаберлик. И давайте начнем с очень интересного предмета, который уже нашумел в интернете и у многих вы видели в обзорах. Это зеркало. Зеркало Фаберлик с подсветкой. Я проверила уже его на пункте выдачи, потому что бывает, что они приходят разбитые. И сейчас мы с вами посмотрим, что оно из себя представляет. Я ждала это зеркало, хотелось мне его безумно. Сейчас ставим с вами батареечки. Так, где он у нас отсек? Вот он. И проверим, как оно работает. Здесь нужны 4 пальчиковых батарейки. На сайте, по-моему, написано, что 2. Это ошибка, имейте в виду. 4 пальчиковых, которые в комплект не входят. Их нужно покупать отдельно. Ставили батареечки и пробуем. Ну, включайся. Зеркало включилось. Вот, видите? Здорово. Здесь сенсорная кнопочка. Светит, в принципе, ярко. Очень ярко. Вот вы даже можете видеть. Я на себя свечу. Подсветка классная, реально мощная. Даже в темноте, мне кажется, когда утром на работу собираешься, можно вполне, если там не хотите будить родных, утром себе поставить это зеркальце. И в темноте будет даже видно. Не, здорово. Светит хорошо. Прямо вот хорошо. Так что покупочкой довольна. Здесь такой добротная такая подножка, которую можно, в принципе, так она не вертится. Нет. Регулировать, как захочется. Держится она очень крепко. Ну, здорово вообще. Здорово. Нет, зеркало классное. Жалко, конечно, что еще интенсивность вот этих лампочек не регулируется. Ну, и так, здесь написано Faberlic. Вот. И сенсорная кнопочка. Класс. Я просто искала аналоги на Алиэкспресс и в других местах. И цена, в принципе, такая же. 600 рублей. Вот оно стоит чем-то для консультанта со скидкой 20%. Оно также стоит 600, 700, 800 рублей и на Алиэкспресс. Поэтому я зеркальцем довольна. Буду пользоваться прям с радостью и размеры. Все мне нравится. Супер. Даже нигде по другим сайтам не искать, потому что, ну, дешевле его нет. Я облазила все. Чтобы зеркало было такого размера и с подсветочкой не найдете. Давайте начнем с бытовой химии. У меня в заказике вот таких вот два средства для духовок и плит. Артикул их 111-19. Это не мои. У меня еще есть в запасике. И кто не знает, они безумно эффективны. Они очищают и кастрюли, и пригоревший жир, и застарелые даже какие-то пятна, и сковородки, и духовки, и микроволновки. В общем, все. Кто давно в Фаберлике, естественно, знает про эти средства. А кто не пробовал, я вам очень советую присмотреться, потому что оно нереально крутое. Для себя я взяла, девчонки, я вам уже рассказывала, средства для мытья посуды с малинкой. Артикул его 111-95. Разговаривали с девочками на тему, что оно самое жидкое в Фаберлик, но самый приятный у него запах. Запах действительно, да. Я беру его впервые. Насчет жидкости сказать ничего пока не могу. Я буду тестировать, буду пробовать и расскажу вам. Пока по мне, ну, уж ниже же эвкалипты точно. И, возможно, действительно, это зависит от партии. Как начну пользоваться, обязательно вам в следующих видео расскажу, жидко оно или нет. Средства для мытья посуды у нас 0+. Они безопасные, они классные, они отмывают до скрипа. Я развожу в зависимости от консистенции средства или один к двум, или один к трём. Посмотрим, как вот с этим выйдет. Средства для туалета. Это очищающий гель 5 в 1. Артикул 112-92. У меня тоже его заказали. У меня пока в запасе есть. Брала, как бы и буду брать. Наносите под оботок унитаза, закрываете и забываете. Приходите, смываете. У вас идеально чистый унитаз. Справляется с загрязнениями. Ну, ура. Но у него уже химозный запах. Причем достаточно ярко выраженный. Если вы захотите почистить им что-то другое, как это делала я, чистила им плитку. Швы между плитками очищает идеально. То нужно это делать в респираторе и с открытой дверью в ванну, разумеется. А для унитаза вдыхать особенно не нужно. Да, залили, ушли. Ну, вот, прям замечательно. И с загрязнениями, с любыми. Будь то ржавчина, будь то налет. Известковый справляется на ура. Артикл его 112-92. Девчонки, что у меня еще интересненького. Я все-таки использовала купоны, которые подарила нам компания Фаберлик. И, по-моему, я вот средство взяла за 100 рублей вышло. Но у меня одно по этому купончику. Но все-таки чуть подешевле. 119 рублей со скидкой консультанта и 100 рублей по купону. И я взяла колготки. У меня было два купона. 40, по-моему, 50% на колготки. Так, одни из них. Элька, это не мои. Но они одинаковые. Где-то 260 рублей они обошлись. Это 70 Ден. Цвет черный с распределением давления. Они называются на сайте. Я вам сейчас свои открою и покажу. Я беру колготки Фаберлик впервые. Но слышала, что многие их хвалят. Так, смотрим. Вверх здесь действительно прям вот такой тугой-тугой. Сами колготочки, я, конечно, думала, будут поплотнее 70 Ден. Нет, но тоже ничего. Сильно плотные мне особенно не нужны. Так, носочек у нас. Носочек у нас такой же. Ну, как бы специальные пяточки нету, да? Обычный. Вот. А так, не, ну, плотненький. 70 Ден нормально. А верх, смотрите, у нас верх у нас совсем плотный. Трусики. Вот прям совсем плотный. Мне кажется, тут Ден 200 вверху прям. Ну, здорово. Вот такие вот колготочки. Больше тут никаких нюансов. Девчонки, ни зацепок, ничего, ни одной не вижу. Ну, как бы все нормально. Буду носить с удовольствием. Дальше, девчонки, давайте вам покажу, что взяла в распродаже по срокам годности. Там была маска Аксиолоджи. Я так еще не пробовала. Для лица интенсивное увлажнение. Рублей 30 она стоила. Артикул ее 0263. Буду пробовать, тестировать. Потом вам обязательно расскажу. Кислородное увлажнение. Вообще, мне Аксиолоджи в каких-то моментах нравится, в каких-то нет. Мне не нравятся мицеллярки, мне не нравятся тоники. Они не работающие, по моему мнению. Маска запечатанная. Вот такая вот. Она беленькая. При нанесении пахнет нормально. Она, не знаю, имеет кремовую текстуру. Знаете, такой кремчик вот прям обычный. Похож очень по текстуре на линейку Проликсир. Гелевая масочка, где только она там посветлей. В общем, вот так вот выглядит. Буду пользоваться и в пустых баночках расскажу. У меня было две маски. Я взяла, потому что, ну, по 30 рублей. Девчонки, грех не взять. Вот они, две. Так, в районе 30 рублей стоил крем-бальзам после бритья для чувствительной кожи из линейки Фаберлик Мэн. Тоже он был в остатке сладкий. И здесь он у нас должен быть фольгирован, да, насколько я помню. Линейка Фаберлик Мэн, ну, нормально, за 30 рублей вообще шикарно. Бальзамчик для волос Ла Крем. Это у нас увлажняющий, нежное прикосновение с кокосовым молочком, молочными протеинами. У меня заканчивается такой бальзам мятный. И очень он мне нравится. Он потрясающий просто. Он даже вот на моих сухих волосах ведет себя лучше, чем некоторые маски небюджетные, честно говоря. Поэтому я приобрела еще. Смотрите, он фольгирован. И тоже он в районе 30 с чем-то рублей, по-моему, обошелся, если я не ошибаюсь. Ой, пахнет прям кокосиком. Но я надеюсь, он будет не хуже, чем мятный. Я на это искренне надеюсь, потому что мятный прям зашел. Так, и артикул его 86,73. В распродаже остатки сладкие. Мне девочки очень порекомендовали попробовать массажное масло из линейки Фаберлик СПА. Масло какао Эйланг Эйланг, Дары Майя. Артикул его 24,30. И здесь у нас 100 мл. Я вообще из серии, из линейки СПА брала только масочку глиняную. Она мне понравилась. Пахнет шоколадиком, кстати. Пахнет вот прям какао. Так, я так понимаю, она у нас с распылителем. Ух ты. Да, она у нас с распылителем. Так. И сейчас посмотрим. Вообще масла на зиму для тела это самое то. При распределении по руке, я бы сказала, очень быстро впитывается. Остается небольшая гладкость на коже. Масляной пленки не ощущаю совершенно. Вот прям гладкость и мягкость. Масляной пленки вы можете сами посмотреть. Нет. Поэтому в принципе... Ой, ну запах, конечно, обалденный. Запах обалденный. Прям пахнет шоколадом. Здорово. Но буду пользоваться уже в процессе использования в пустых баночках. Уже вам полноценный отзыв оставлю. Многие уже, кто давно меня смотрит, знают, что я не дружу с ароматом и фибролик. Но девочки попросили оставить свой отзыв на новинку. Дисерабл. Если неправильно, поправьте. Взяла я пробник. И сейчас будем с вами нюхать. Ну, я поняла сразу, что это не мое. Но, тем не менее, я постараюсь вам, если не альфракторную пирамиду ее прочитать можете, то первое свое впечатление рассказать сейчас. Вы знаете, он пахнет какими-то специями. Я не могу понять, какими. Вот первое впечатление. Это спирт и специи какие-то. Что-то типа тмина. Что-то такое рисковатое. Реально рисковатое. На что он похож в фибролике, не могу даже сказать. Я слышала, что кто-то сравнивает его с красной ренатой. Нет, это не та история совершенно. Сладким не могу его назвать. Свежим не могу его назвать. Это пряный аромат. Я бы отнесла его скорее к линейке восточных ароматов. Он довольно тяжелый. Он реально тяжелый. Я вот реально чувствую какие-то специи. Не могу вам даже передать какие. Сейчас мы оставим его на какое-то время. И посмотрим, давайте в конце распаковочки шлейф. Девчонки, впервые беру ночные средства гигиены. Я все время брала дневные. И вот хочу попробовать ночные. Посмотреть на размерчик и так далее. Но они больше однозначно. Я вам не буду тут, конечно, на видео разворачивать. Единственное, что хочу сказать. То, что они крутые. Они реально крутые. А неоновый чип. И у меня меньше болит живот. Я уже почти в каждом видео, где снимаю обзоры, с ними я вам об этом говорю. Что реально меньше болит живот. И как-то вот меньше дискомфорта в эти дни. Если у нас дневная 240 мм, 24 см. То ночная у нас 28. То есть на 4 см побольше. Вот взяла такие. Потому что дневных у меня запас большой. Буду тестить эти. Артикул 112.95. Они стоят по каталогу 149 рублей. А со скидкой консультанта, по-моему, рублей за 110-120. Их можно взять. Это нормальная цена. Ночных, кстати, здесь 7 штук. Но это нормальная цена. И они для меня гораздо лучше и по впитываемости, и по эффекту, чем Олвис и другие дорогие средства гигиены. Девчонки, еще купончики применила. Взяла, по-моему, бальзам. Уже забыла, что взяла. Честно говоря, спрей-активатор густоты волос. Я у вас спрашивала в прошлом видео, когда мы каталог с вами смотрели, понравился вам он или нет. Насколько я поняла, из вас никто его не пробовал. Стимулирует рост волос, увеличивает густоту. Артикул его 16.92. И достался он там что-то 100 с чем-то рублей. По-моему, купончик все-таки я на него истратила. Содержит дебустер-комплекс, который пробуждает волосяные фолликулы и продлевает фазу активного роста. Для лишенной густоты волос. Я буду тестить и скажу вам вообще, как он ведет себя на волосах. Потому что даже понятия не имею, что это. Запах почти нет, как и у всей линейки Фаберлик Эксперт Фарма. Космецевтика, она не только ухаживает, но и лечит. Поэтому, девчонки, буду тестить серию. Вообще, эту Фаберлик люблю. Взяла повторно бальзам для стоп, гладкие пяточки. Я им жутко довольна. Я в него влюбилась и буду брать, наверное, на постоянной основе. Это лучший крем для ног, который я пробовала для стоп. То есть, артикул его 116-61. Когда бывает акция, берите обязательно, не раздумывая. Он классный. Здесь у нас все запечатано уже. Я не буду пока распечататься, потому что один у меня такой есть, уже заканчивается. Я уже рассказывала вам, как я люблю его применять. Наношу на ножки, одеваю бахилы. А сверху на бахилы теплые носочки. Так хожу полчасика, потом можно принять душ или ванну. Обработать ножки пемзой и несколько дней, недель и больше. Ножки ваши абсолютно гладкие и потрясающие. И на ночь тоже смазываю для профилактики. Проблем со стопами вообще теперь не знаю. Их нет. И пяточки просто как у младенца. Экспертфарма взяла еще средства для интимной гигиены ежедневной. Гипоаллергенная мне, я уже говорила, эйванское не подошло, вызвало раздражение. Поэтому вернулась обратно к Фаберлик. Артикул его 16.40. Пенка была в этом каталоге дешевле, но я взяла... Пенки по купону не было. По купону было вот это средство, и тоже за 100 с небольшим рублей. Я его взяла по купончику. Он содержит молочную кислоту, ухаживает просто обалденно. Но у меня вот к этому средству никаких нареканий больше экспериментировать не буду. И буду пользоваться только им. Лак для гу поставлю напоследок. А пока покажу вам, что я взяла по акции. А в этом каталоге можно было взять два средства в уикенд за 600 с чем-то рублей. Но еще минус скидочка консультанта. В общем, они обошлись очень-очень даже бюджетненько. Это у нас ночная маска. Артикул ее 101.37. И сыворотка. Артикул ее 01.38. Я вообще линейку в уикенд уважаю и очень люблю. У меня был гель. Я его использовала весной, помню. Он потрясающе себя вел на коже. Напитывал ее без лишнего какого-то утяжеления, потому что у меня комбинированная кожа. Аромат этой линейки мне очень нравится. И сейчас у меня в использовании эмульсия очищающая. Она тоже потрясающая. Она так деликатно смывает макияж. Но в то же время, ну не с первого, с второго раза. С первого раза легкий макияж смоет однозначно. И всю тоналку, и всю пудру. У меня просто немножко под нижним веком остается, потому что несколько слоев туши. И вот у меня она справляется с двух раз. Но тем не менее она классная вообще. Она просто супер. Так, вот у нас какая баночка. Девочки хвалили очень эту маску. Говорили, что она просто потрясающая. Я не могла ее не купить, потому что сейчас у нас впереди холода. Здесь защитная такая крышечка. И именно такие средства мне хочется видеть в своем уходе. Очень плотная маска. Такая прям, смотрите, прям плотная-плотная. Запах обалденный у линейки Викенд. Супер. Создает, я бы сказала, небольшую пленку, потому что я чувствую это. Это действительно полноценная ночная маска, которая будет работать на вашем лице всю ночь. Посмотрю, девчонки, буду пользоваться. Потом вам обязательно расскажу. Хотя вот если ее распределить совсем тонким слоем, нет, никакого утяжеления кожи нет. Я чувствую прям сильную напитанность. Вот реально я это чувствую. Кожа становится моментально гладкой. Я вам сейчас вот две руки покажу. Если вы видите разницу, вот эта рука. И вот здесь я нанесла, распределила. По мне прям вот даже вот видимая разница есть. Кожа как-то, я не знаю. Лучше гораздо выглядит. Вообще просто супер. Так, сыворотка, девчонки, вот такой вот флакончик. Здесь у нас сколько миллилитров? 15 всего миллилитров. Но сыворотка, она как бы такая и должна быть. Дозатор очень интересный. Смотрите, какой. Так. Мне кажется, одного-двух нажатий точно будет достаточно, чтобы хватило на все лицо. Пахнет, как и вся линейка Weekend. Вот такая вот водичка. Сейчас посмотрим, как она себя ведет на коже. Ну, в принципе, вот прям тоже разглаживается. Не знаю, как-то поры, что ли, становятся менее заметными. Вот что от маски, что от сыворотки. Потому что на руках я их все равно вижу тоже. Вот она впиталась, все. Никакого чувства липкости, собственно говоря, как и от маски, нет абсолютно. Никакого чувства дискомфорта. Очень легенькая и приятная. И я реально чувствую эффект. Вот здесь не мазала, здесь мазала. Есть разница большая на самом деле. Поэтому я думаю, что эти средства не оставят меня равнодушной однозначно. Буду пользоваться. Так, девчонки, последний продукт. Я брала его в графе распродажа. Остатки сладкие. Это лак для губ «Блистательный дебют», который я очень хочу давно взять. А там была цена, по-моему, 135 рублей. Еще скидку с этой цены сделали, поэтому очень бюджетно обошелся. Так, артикул именно этого оттенка. Четыреста сорок два. Вот. Я хотела другой, но пока я думала, раскупили и остался в распродаже только вот этот. И сейчас мы с вами посмотрим, как он выглядит. Я удалила помаду с губ. И сейчас будем смотреть. Так, кисточка классная. Ну, стандартная такая, обычно широкая, хорошая. Давайте сначала сделаю сводч. Ух ты, какой насыщенный. Смотрите. Блестит. Вот так вот выглядит этот цвет. Я бы, конечно, не сказала, что это шоколад. Это шоколад с каким-то таким вот малиновым, что ли, подтоном. Но вот камера передает вам немножко розовее его. Сейчас посмотрим, как на губах. Он прям такой тягучий. Густой очень. Его даже наносить тяжело. Ну, вот, девчонки, нанесла. И это действительно лак. Это прям такой, знаете, густой-густой блеск. Как вам вот показать. Вот он прям очень тягучий. Но цвет, в принципе, приятный. Мне кажется, его можно наносить и на любую помаду. Сейчас покажу вам поближе. Универсальный цвет. Под любой наряд. Блондинкам, брюнеткам и рыжим в том числе. Классные. Губы, ну, как сказать, липнут, как при обычном блеске. Волосы, если, конечно, попадут, прилипнут однозначно. А так, ну, пока никуда не растекается. Буду носить и посмотрим. Мне кажется, вообще и растечься такому средству, если честно, трудно. Но он очень густой. Он вот прям, смотрите, видите, вот даже полосочка, она не капнет. Вот. И блестит классно. Сейчас, кстати, с осени новая мода в макияже губ, так скажем. Матовые оттенки уходят на задний план и вновь теперь уделяют внимание именно глянцевому покрытию. Чем больше блестят ваши губы, тем это круче. Кстати, мицелляркой, вот он очень хорошо убирается от вербены. У меня мицеллярочка, вот, не осталось и следа. Так что, в принципе, девчонки, я оттенком довольна. И то, что вообще хотя бы его попробовала по распродаже остатки сладких. Так что забегайте туда, заглядывайте. Там много чего интересного можно найти. Девчонки, по аромату. Вот прошло минут сорок, и он уже не чувствуется практически. Шлейф уже не такой пряный, знаете, запах дорогой. Действительно дорогой. Ну, я его не чувствую уже, хотя я почти полпробника себе на запястье вылила. Стойкость никакая по мне. Вообще никакая. Еле-еле уловимый, сладковато. Восточный аромат. Вот, еле-еле. Поэтому, ну, не знаю. Это не стойкий продукт. Абсолютно не стойкий, это могу сказать точно. А запах очень приятный. Запах такой, ну, не молодежный, возрастной, восточный. Поэтому берите пробник, пробуйте. Я, конечно же, полноразмерку брать не буду. Мне нужны стойкие ароматы. Вот уже все. Вот прям нюхать вплотную, тогда можно ощутить. Это прошло сорок минут. Так что, вот так. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, что мое видео было вам полезно. Если это так, обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я с вами прощаюсь. До следующих видео. Всем пока-пока.